Здравствуйте! Сотрудники ГИБДД Череповецкого района напоминают любителям выпить за рулем не место. Все праздничные каникулы инспекторы будут проводить специальные мероприятия, которые как раз и направлены на борьбу с такими нарушителями. Ну, а все подробности далее. Ежемесячно на территории области, района и города проводятся мероприятия с целью предупреждения аварийности по вине нетрезвых водителей. Такое, как нетрезвый водитель. Еженедельно проводятся сплошные массовые проверки водителей. И, как показывает практика, все-таки такие водители выявляются в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. И понятно, что тяжесть последствий по вине таких водителей, которые совершаются в дорожно-транспортные происшествия, очень велика. То есть тут идет уже и максимальное количество пострадавших людей в дорожных авариях. И, к сожалению, есть и погибшие люди, очень часто невиновные участники дорожного движения. На территории Чечетовецкого района в данный момент по 11 января введен усиленный вариант несения службы. Опять же, это с целью того, чтобы спрофилактировать и в выходные и праздничные новогодние дни, когда большая масса людей выезжает куда-то за город и все-таки все мероприятия, вот эти праздничные, сопровождаются распитием алкогольной продукции. То есть водители в состоянии опьянения не задумываются о своих действиях, садятся за руль, управляют транспортным средством, что приводит к совершению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Нетрезвый водитель характеризуется тем, что все-таки он не следит за дорожной обстановкой, его восприятие проезжей части и окружающей среды намного снижается, и он не может полностью владеть своими движениями, что и приводит к совершению дорожно-транспортных происшествий. Очень бы хотелось порекомендовать водителям в выходные и праздничные дни при употреблении алкогольной и спиртной продукции все-таки воздержаться от управления транспортным средством, возможно даже воспользоваться или общественным транспортом, или услугами такси. Также хотелось бы обратиться к людям, которые находятся в одной компании с потенциальными нетрезвыми водителями будущими, либо же к родственникам тех, кто употребляет спиртную и алкогольную продукцию, чтобы они то же самое, какими-то своими действиями предупредили и предотвратили управление транспортным средством таким водителям, потому что все-таки, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, легче его предупредить, чем потом сожалеть о случившемся. Бывают такие факты, и эти факты в большинстве случаев подтверждаются, когда в дежурную часть сообщают о том, что водитель сел за руль нетрезвым, либо же люди, жители как города, так и района увидели, что, допустим, из кафе, бара вышел человек, сел за руль транспортного средства и продолжил свое движение. Такие водители выявляются и привлекаются к административной ответственности. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся во вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова